Мануэл Чарльз с первой десятки мировой в супертяжелом весе, но, тем не менее, официальные лица в ринге, представители команд боксеров. Лишь бы это не только бравада была. Посмотрим. Итак, Мануэл Чарльз, друзья. Наверняка какой-то план на этот, опять-таки, у парня. Но посмотрим, посмотрим, как он воплотит все это вот сегодня здесь в ринге. Борис, я вот имею возможность озвучу. Майк Тайсон, твердая рука, скорее прав, чем Крут. Есть план у каждого, пока в него не попадут. Так что посмотрим, какие планы на бой. С боем Виталия Кличко. У меня не ансамбля IC, группы ICDC. Музыку, которую... Ноу, ноу, как он говорит, когда судья остановил бой. Ну, там действительно рассечение было страшное, и судья был просто. И вернулся, показывая еще лучше боксер, знаете, к удивлению многих специалистов, что ему пришлось пройти. Но, тем не менее, Виталий до сих пор в строю, Виталий до сих пор чемпион, и Виталий до сих пор... У него никогда вот нет такой излишней бравады. На каждых слабых соперников нет и не бывает. Каждый бой главный. И каждый следующий поединок он проводит лучше, чем предыдущий. Жрители, привет! Для меня было удивительно то, что именно к церкви. Все ждали этого момента. Выиграл. Выиграл в довольно таком непростом для себя бою. Все трое судей отдали ему победу со счетом 116-111. Показал, что застрелит он. Да, ну вот так вот своеобразный. Не только великолепный боксер, один из сильнейших в своей весовой категории, но он много раз был чемпионом мира именно в тайском боксе. До того, как стал чистый боксер. Ему нет незначительных взглядов. А Чар вообще выходит на середину ринга. Рефери ему показывают, что нет. И то, что мы хотели увидеть, мы увидим. Я очень надеюсь, что это будет очень увлекательное зрелище. Смотрите, что делает Чар. Он, мне кажется, кусаться сейчас начнет. Посмотрите. Ну что ж, все, весь зал, я вижу, слышу. Смотировать. Итак, бой. Давайте смотреть. Побежит вперед. Не минуем нокаут где-то в первых раундах. Второй, третий. Но... Виталий пошел вперед. Всем видно. Пока еще, в общем-то, не производя практически никаких действий. Опустил руки. Но навис над соперником. Это его манера. Виталий очень уверен в себе. Я даже не помню, как он так сказал. Вы знаете, вот все говорят о том, что разница в возрасте большая. 14 лет. Это дает какое-то преимущество. Ну и вообще, похоже, он решил не тянуть резину, а сразу закончить бой. Вот. Атакует, атакует Виталий. Прошло чуть больше половины первого раунда. Таких оппонентов уже видел Виталий. Со своей длинной-длинной карьерой. Эмоций. Сколько было позиций. И сейчас Чар включает заднюю скорость. Фактически какой-то момент такой. Но с таким боксом шансов у него все меньше и меньше. С каждой секундой. Проходит в голову немецкого боксера. Ух ты. Такое ощущение, что все, что он делал до этого, Чар. Вот, смотрите, достаточно опасные лево и сбоку. А Чар, оказывается, не так и прост. Да. Итак, второй раунд, друзья. Ну что ж, концовка была такая. А сейчас пошел вперед. Чар пытается давить. У него хорошая защита двумя руками, такая немецкая. Там был блок, да? Да, держит все время. На уровне инфрации. Голова закрыта. Да. Это типичная такая вот, да. Да, ничего не делал, но тем не менее, изматывая соперника. Не уцепил Виталика. Сейчас удар по корпусу был. И какой же неожиданный Виталик. Не может Виталик попасть. Это очень обескураживает, я по себе знаю, с точки зрения боксера. Вот, пошел так безоглядно Чар вперед. Немножко авантюрно. И тут же оказался в нокдавне. Опять левый сбоку, он его готовит. Не было соперников такого уровня, не было боксеров из первых. Конечно, огромная мотивация. Ну, чтобы такой шанс получить. Который ему удобно. Да, у нас удается подходить. Делая сбой тягучим. Ни в коем случае не должен его подпускать. Становка, наверное, Белова все-таки. Надо отдать должное, что представлял Хэйбург. С одним из братьев, да. Получить стрясение. Вот такое откровенное боковое давление. Чар хочет вымотать Виталию. По ощущению, что нечем. Опять пропускает жестко. Обратили внимание. Удар был ниже пояса. Три раунда мы посмотрели. Указать на ошибки, как он может настроить боксера. И вообще, как точно попал левый сбоку. На мой взгляд, правая рука чересчур опущена у Виталика. По крайней мере. Ну да, левая у него всегда опущена. Левая, когда так опущена, я знаю, как боксер, что... Безусловно. Такая ситуация. Абсолютно конкурентный бой. Чар не выглядит подавленным. Чар не выглядит заведомо аутсайдером. Я думаю, что бой нравится. Но все-таки удар он пропускает. Посмотрите, рассечение. Рассечение. Над правой бровью у Чаров. От чистого удара. Да, это затруднение. Ох, какое сильное рассечение. Да, да, да. Это проблема. Это большая проблема. И вот он пропускает сейчас их правы. Но по-прежнему побежал вперед уже так вот откровенно. Пытается достать Виталия. Молодец. С характером парень. Понимает, что любой момент могут остановить. И начинает рисковать. Это какой-то правовой бомб. Включается тоже этот поединок. Начинают скандировать Виталий. Виталий. Сделать заключение какое-то о состоянии боксера. Знаете, я слушал предматчевый интервью Валерия Белова. И он говорил о том, что у Чара большое сердце. Что парень не боится. Не, ну это мы видим уже по ходу. Сейчас мы видим абсолютно эту верную картину. Действительно. Если снимут и остановят бой, будет жаль. Будет жаль. Будет жаль. Судя по рисунку, нас ждало серьезное противостояние. Вот этот удар, по-моему, после которого раскился. Да, точно. Вот этот левый бой, левый удар. Врач запрещает. Останавливает поединок. Ключарный с кровью. Да, и остается. Он негодует. Посмотрите. Да. Такое поведение. Он говорит Виталию, давай продолжать. Владимир вышел к Личко. Встал между боксерами. Приджунок пытается успокоить Мануэла Чара. И сейчас должна быть охрана. А я вспоминаю бой Виталика с Ливисом. Когда так же он кричал, он звал соперника продолжать этот бой. Да, да, да. Рефери весь в крови. Фриц подходит. Фриз Дуник подходит. Видимо, они знакомы. Останавливает. Берет за бой и говорит какие-то слова. Обратите внимание. Виталий не снимает. Кричатки. Да, такого, такого, такого окончания никто не ожидал. Нет, здесь надо, конечно, эмоции свои придержать. А все потому, что у Чара были... The winner by TKO victory and still WBC heavyweight champion of the world Dr. Ryan Viz. Виталий! Принкско! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА